Слава Господу Богу! Благодарю Тебя, Господь, за начало этой благословенной вечерней молитвы за моих братьев, сестер, с которыми мы начинаем провозглашать Господи то, что Ты, Боже, хочешь высказать через наши уста. Да, и, дорогие, у меня сегодня на сердце такая серьезная молитва поднимается. Мне Бог напомнил, я 20 апреля 2021 года, тут у меня в записях пророческие картины, которые получал слово, и вот 20 апреля 2021 году я вышел в видение. И потом посмотрел, думал, Господи, день рождения Гитлера. И я увидел в видение фашистское знамя красное с черным нацистским крестом, и вокруг была черная тьма. И сразу пришло такое понимание, что поднимается фашизм. То есть, ну, понятно было через новости, через информацию, которые проходили, что оно так и есть. Но вот именно вот в этом видении, прямо концентрации и фокус был на то, что поднимает голову фашизм. И как раз как бы угроза нашей страны, у меня сразу вопрос со стороны Украины. Но потом я увидел глаз в видении, и с ним пришло такое, как внутреннее слово «смотри». И сразу увидел такой черный сапог «Италия», и глаз стал как точка, координаты, откуда пришел этот фашизм. И в таком более историческом узком смысле под фашизмом оно как бы понимается политическое массовое движение, которое начало свое существование в Италии в 20-е годы и начало 40-х годов было под руководством Муссолини. А потом мы историю уже знаем, как это началось в Германии. И вот отсюда многие элементы внешнего сходства фашизма с социализмом, как такого массового политического движения. Что их объединяет? Это планирование экономики, ее государственное регулирование и отсутствие многопартийности, что мы с вами видели, кто жил во времена советской власти. Но никак оно не отменяло принципиальное отличие, вот именно эксплуатацию человека человеком ради прибыли. И как раз видно было в этих движениях, что социализм, что фашизм – большое социальное расслоение общества. И причем такое уж так жестко зафиксированное. В принципе, оно рисовалось таким человеком, лишь часть механизма. И очень важно помнить, что на самом деле фашизм, он определяется даже не названием, а по своим признакам, которые я коротко, так скажем, перечислил. И вот в то время как раз Папа Римский, он благословляет фашистов. И мне в этот день присылает еще один сон. Значит, скажем, свекровь говорит, моя сноха увидела сон и просит помочь в растолковании этого сна. И значит, сон это такой, я всю ночь чьих-то куриц кормила. Они были страшные, грязные, худые. Над каждой клеткой были разные знаки, и над одной был знак свастики. И я ее не хотела кормить. И мы с ней порассуждали, помолились. И это как раз было вот именно в это время, как раз я получаю слово, что поднимается фашизм как альтернатива коммунизму, социализму, капитализму. И сегодня это еще видно вот таким грязным, худым и страшным вот именно движением во второму сну. Но я получаю, что завтра это будет выношенными такими яйцами, которые будут не просто пищей, а страшными бомбами, которые мы увидели в прошлом веке. Но то, что я сегодня поднимаю эту молитву, я тоже скажу так причину его походу, то, что мы сегодня наблюдаем, как это вот именно наложилось с прошлого века на сегодняшний, как говорится, не прошло еще и ста лет. И мы наблюдаем, по сути дела, еще более страшную картину. И вот как раз вот эти сны, они показывают и на сегодняшнюю политическую военную обстановку, которую мы наблюдаем. И то, что мы уже видим, что вот эта война, как рождение всего того, что принесли эти грязные, чудовищные, худые куры, потому что Бог предупреждал нас, людей, они правильно заняты такой политической позицией в лице снохи или тех людей, которые в ее окружении. Поэтому сегодня, расширяя эти рамки, мы видим, что это был не один человек, это были не одни семьи. Это просто отрава пришла на целые нации. И как раз мы видим проекцию на те неправильные действия, которые подкармливали. Вместо того, чтобы подкрепить это кормление, прекратить, точнее, это кормление, перекрыв кислород этому. И когда Господь показал мне вот эти корни фашизма, и у меня сразу пришло такое внутри, чтобы в молитве провозглашать и пророчествовать разрушение этого духа, наступающего на Россию и вообще на пробуждение России. После этого несущие Евангелие по всему миру в последнем пробуждении, потому что я сильно горю вот этим пробуждением, этим ожиданием. Но вы знаете, что я почувствовал, что не время этому в этой молитве, что должны, значит, были произойти какие-то еще события. И вот они как раз были связаны со следующей картины из этого сна. А затем я увидел густые белые облака и голова девушки с белыми волосами, появившиеся из облаков. И у меня вообще такое пришло недоумение сперва, но за ней появилась голова белого коня из книги «Откровения». И конь появился вместе с шеей. То есть я вот хочу фокус поставить на том, что, казалось бы, сейчас надо начинать молитву за разрушение вот этих корней, вот этого духа фашизма. И как будто Господь останавливает, и как бы показывает, продолжая смотреть. И вот как раз вот это описание вот этой девушки с белыми волосами, появление белого коня вместе с ней. И у меня пришло понимание, что это Иисус на белом коне и невеста из 19 главы «Откровения», где описывается брачный пир Агнзе. И вот в этой молитве, и то, что я рассказываю, вот эти картины из этих снов, я хочу сразу сказать, потому что я буду поднимать сейчас коней из книги «Откровения». Я сейчас не хочу молиться и поднять именно эпохи последнего времени, которые связаны вот с этими трубами, снятиями печати, которые высвобождают как раз и четверку коней. Потому что есть еще такие вещи, как некоторые такие локальные или поместные события или обстоятельства, в которые мы тоже можем пережить книгу «Откровения» не как нечто последнее эпохальное, а как вот именно связь лично с нами, наших семей, наших церквей. Я думаю, понятно, я это говорю, но с другой стороны, я также понимаю о том, что то, что сейчас начинается и то, что мы сейчас видим, оно вырастает уже из локального в глобальный характер то, что мы видим сегодня на этой земле. И я благодарю тебя, Господь, что ты даешь разумение, ты даешь понимание. Вот сейчас нам сразу приходит напоминание, когда ты, Татьяна, как раз говорила о премудрости, которая нам сегодня необходима. И вот как одна сторона из этой премудрости, это и мудрости, это понимать время. Потому что написано, тот, кто имеет мудрость, тот вычислит число зверя. Поэтому эта мудрость, она так необходима. Поэтому пророчески ты прямо в точку попала. Вот именно эта мудрость. Другой момент, как это распаковать, как растолковать. Но это пойдет именно, как Татьяна Бушуева нам говорит о том, что это может накапливаться, это может ветвями от одного дерева расширяться в зависимости от наших даров, характеров. И приходит полнота этого понимания. Поэтому и нам необходим пророческий вот этот стол, на котором должен был быть бы разбор полетов. И вот это я прочитаю именно про вот этого белого коня. И увидел я. О, Господи, отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно сидит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много, где один. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему, Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь, царей и Господь, господствующий. И у меня вопрос в этом сне был, а где же остальные кони? И друг за другом даже встали рядом из этого видения. Белый, рыжий, вороной и бледный конь, как и написано в книге Откровения. Потому что это в наших сердцах так и заложено. И они встали, как четверка. И все, что они несут с собой, придет друг за другом. Очень быстро пришло такое понимание. Но первый конь пройдет по земле первым. И когда Матфея 24 глава, которая, как бы это, ее называют, скажем, укороченной книгой, книги Откровения. Она начинает нам пророчествовать о войнах и начала болезней. И вот эта четверка, которую я хочу пробежать вместе с ней в этой молитве. Господь, помоги мне. Потому что то, что я верю, что ты показал, мы сегодня как раз это и наблюдаем. И вот первый конь, который в книге Откровения, в шестой главе, появляется в первом и во втором стихе, читая. Я видел, что Агнец снял первую семи печати. И я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Много споров по этому стиху всегда был, Иисус ли это, или какой-то другой всадник. Потому что наш Иисус в девятнадцатой главе, на нем слово Божье написано, одежда обогренная кровью, и в устах его меч обоюда острый. А здесь сидит всадник с луком. Но я сразу предупредил в этой молитве о том, что я сейчас не разбираю до конца вот этих всадников в их эпохальной теме. Хотя, думаю, оно Господом, оно накладывается и будет наложено. И вот когда я вижу этот лук и на белом коне, и всадник с этим луком, то для сегодняшней молитвы я беру такое истолкование, что Господь показывает, что вышел этот победоносный садник на белом коне, который показывает, лук это хвала и пророческое помазание, как написано в Захарии, девятой главе, тринадцатом стихе. Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. И еще фокус делаю. Дорогие, дай нам, Господи, мудрость и премудрость для того, чтобы вникнуть в это и понять все вот эти моменты. Я только на сегодня, готовясь к этой молитве, получил, почему тогда Господь остановил меня и не позволил мне молиться за разрушение вот этого духа фашизма. Потому что было не время, потому что кто снимал печати? Печать снимал Иисус Христос. И мы не можем смотреть на этих коней, как на то, что это кони дьявола. Даже если Господь, Он позволяет, Он рулит всем, Он рулит дьяволом, Он рулит вообще всем, потому что Он Бог всемогущий, Он всем управляет. И все стоят перед Ним по стойке смирно. И если что-то Он допускает, то допускает. И вот снята первая печать, и мы видим с вами, что поднимается вот этот садник на белом коне, который и здесь Захария пророчествует, что как лук натяну Иуду. А Иуда переводится как хвала. То есть по-другому хвала, поклонение. И Господь наполняет хвалой и поклонением стрелами Ефрема. И из этого мы видим, что Ефрем это пророк и молитвенный страж. Иуда это хвала, и Бог хочет соединить хвалу и пророческое ходатайство. Поэтому в этой молитве, провозглашая ее, я беру именно вот эти инструменты, как победоносного свадьбе, всадника с хвалой и пророческими стрелами. И то, что мы наблюдали, что происходит в России, дорогие, прежде чем началась эта война. Посмотрите, как волной прокатилось пророческое служение по всей стране. Как Бог, Он полностью Россию зарядил пророческой активацией, которую мы наблюдаем. Посмотрите, сколько пророческих команд. И особенно эти команды, они поднимались на Украине. И через что Господь готовил вот этот пророческий голос. И вот мы сегодня наблюдаем, что мы видим эту волну, которая прошла по России. И я, Господи, молюсь, чтобы пророческая активация в наших устах, в наших сердцах, она не осталась. Просто именно как наслаждением и любованием собой, нашими устами, как мы пророчествуем. Потому что эти уста, которые пророчески активированы, сердце, которое с плодами Духа, а не дарами только Духа Святого. Оно сегодня как никогда нужно России и нашему народу и всему миру. И вторая печать была снята. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И вы драгоценные помните, когда Аня Щепицына, она передавала на пророчество, которое озаглавила как пророчество на 23-й год, полученное во время вечерней молитвы. И что интересно, я никогда не обращал внимания, но она ответила, что по славянскому календарю 2023 год – год огнегривого коня. Иначе красного, иначе рыжего. И я просто дам несколько пунктов на этого рыжего коня, и пусть, Господи, это пройдет в молитвенном духе для того, чтобы нам поставить основания, поставить именно те базовые вещи, которые ты нам, Господь, показываешь, для того, чтобы мы мудро сражались, для того, чтобы мы видели пути, как видел Моисей, а не просто дела, новости и всякая информация, которая сегодня идет с разных каналов. И вот первое, вот это особое помазание и сила, исполнение пророческого слова для России, как раз показывает на красную армию Боба Джонса в его пророчестве, когда поднимется миллиард, да еще и молодых людей, за которыми стоит красный ангел. И как раз вот Аня говорила, что рыжая порода лошадей была выведена именно в России. И эта буденовская порода выведена буденным маршалом России, это боевые кони, кони русской армии. И донская порода, она тоже рыжая, порода казачества. Казачество – это свобода и общинность, и особенности данных лошадей, неприхотливость, работоспособность, возможность выжить в любых, особенно в военных условиях. Похожей по качеству пород никогда не было и нет в других странах. Это наследство России. Рыжий конь – это особое помазание, которое сейчас будет проявлено именно в России. Красная армия. Я не просто это читаю. Я право сглашаю войну Иисуса Христа. Донские лошади, иначе зовутся золото России. Это особые люди, это драгоценный остаток, сохраненный для этого времени. И мы видим, как в 2023 год, год проявления именно этого золота. Второе – ускорение. Это конница, она всегда показывает на ускорение. Пророческое действие. Это оседлать рыжего коня. И конница – это группа быстрого реагирования, способность быстро выполнять задачи и принять большую ответственность за особенные задания, которые не сможет выполнить никогда никакая пехота. Быстро и незаметно проникнуть в тыл. Аллилуйя. Третье – особые знания и умения. Необходимо знать и уметь применять эти инструменты для управления данным нам этим помазанием. Поэтому мы благодарим тебя, Господь, за обучение и тренировку, которые необходимы. Но мы молимся для того, чтобы нам не остановиться, особенно в это время, когда набирается опыт войны, когда набирается именно опыт в практических ситуациях, а не в теоретических. Четвертое – одно из значений всадника апокалипсиса на рыжем коне – это апостольско-пророческое видение. 2023 год. Год усиления и укрепления апостольско-пророческого видения в России. Разрушение стереотипов и ограничений между деноминацией и объединениями. Пятое – всадник апокалипсиса с мечом на рыжем коне. Одно из значений – нарушится мир на земле. Ибо Христос сказал в Матфея 10 главе 34 стихе «Не мир пришел я принести, но он меч. Пророческое действие вооружится мечом, мечом истины против всякой лжи, лицемерия и религии». Шестое – конница – это всегда команда, сплоченность и единое командование для результата необходимы, особенно в этом 2023 году. И когда я сказал, что сегодня, когда я готовился к этой молитве, я вдруг, поднимая вот это пророчество 2021 года, которое я получил, думаю, Господи, так вот почему ты тогда остановил эту молитву, что мы часто невнимательны, мы часто нечувствительны, когда Бог говорит нам – остановись, я сейчас не хочу, чтобы ты молился за разрушение фашизма. Потому что есть, дорогие, в войне такие, как бы сказать, периоды, такие стратегии, лучше, наверное, вот так сказать, тактики, тогда, когда как будто Бог выманивает врага, как будто вытаскивает его головы, тогда, когда ему нужно подняться и иметь проявление. Это точно так же, как в книге Откровения написано, что четыре зверя про образы царей, которые видят из моря, а море – это море людей. И эти звери – это звери не Божьи. Это звери, которые написано, они поднимутся на небо для того, чтобы злословить Бога Отца и для того, чтобы злословить и идти против народа Божьего. И что интересно, каким образом они выходят из моря? Если мы внимательно читаем, то поднимаются на небе четыре ветра, это четыре ангела Херувима, это четыре архангела, которые возмущают это море и поднимают, мотивируют, стимулируют этим зверям подниматься. И ты скажешь, а как же они могли подняться на небе? А я тебе скажу, а каким образом на территории церкви поднимаются люди, которые вообще далеки от Бога? Каким образом поднимаются те люди, которые даже будучи ходя в церковь, они продолжают злословить Бога своей жизнью, своим ртом? Не просто так. Пророки поднимаются и говорят, рак, который мы должны остановить, прежде всего мы должны остановить его в густах верующих людей, которые ненавидят, которые проклинают друг друга, которые пришли с миром на территорию церкви, по сути дела на небеса, потому что Господь сказал, я буду проявляться в Скинии собраний, и у меня есть жертвенник и место. Поэтому мы с вами не должны удивляться. Поэтому, Господи, вот именно ты мне об этом и сказал. Не торопись, не поднимай сейчас молитву за разрушение башистов, потому что я допускаю, чтобы они вышли. И мы сегодня наблюдаем, и, может быть, знаете, у нас где-то пастырская, а не пророческая позиция. Как бы сказать, как мы допустили? Это Бог допустил все то, что должно быть вскрыто, как консервная банка для того, чтобы тот дух, который прятался, который тихорился, который прятался. Даже были такие учения в церквях в средние века, что нет дьявола, нет беса, потому что они не хотели проявляться. Но Бог именно в Новом Завете дал нам увидеть проявления, которые несли демоны и несли бесы. Когда мы начинаем читать Новый Завет, то мы видим, хо, бесы просто кишат. Но так мало, почти ничего не описано о бесах в Ветхом Завете, не считая, там несколько глав о Люцифере. И книга, как она называется, «Господи», первая книга, она должна была считаться по написанию Иова. Иова, вот именно там, и больше ничего. Почему? Потому что в то время не было силы. Но в Новом Завете Бог дал нам вот именно вот эти силы. Поэтому пророческое действие нам сегодня вооружит с этим пророческим мечом. И сегодня время для того, чтобы смотреть, это как китайцы говорят, сесть на берегу и смотреть, как трупы твоих врагов, они проплывают перед тобой. И поэтому, когда, Господь, ты это показываешь, дай нам быть чувствительным. Дай нам, Господи, быть внимательным. Дай нам, Господи, видеть пути, как Моисей, чтобы видеть твою тактику, твою стратегию, а не просто реагировать. Потому что мы не призваны для реакции. Мы должны предупреждать, мы должны видеть, мы должны чувствовать. Точно так же, как Абаку встал, для того, чтобы остановить вот эту войну. Точно так же, как и Аиль встал, для того, чтобы остановить череней, гусениц, саранчу и жуков, которые как прообраз людей, которые имели вот такую сущность, сущность, они были отправлены на землю, для того, чтобы уничтожить ее. Но ты, Господи, показал, это от меня. Это я допустил. Для того, чтобы это все вскрылось, для того, чтобы, подняв этого врага, искоренить его во имя Иисуса Христа. И следующий конь, третий, это вороной конь, который показывает на экономический кризис. И Писание говорит уже в пятом-шестом стихе, когда он снял третью печать. Я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий весы в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же вина. Не повреждай. Дорогие, времена экономического кризиса периодически всегда были на нашей земле. В разное время и в разных странах. И люди, вот ожидая глобального мирового вот такого кризиса, пропустили кризис на своем личном уровне. И многие поплатились даже жизнью, не дождавшись глобальной катастрофы. То, что мы можем сейчас наблюдать и в этой войне, которая идет сегодня на бывшем постсоветском пространстве. И, судя по всему, мы сейчас видим, что мы входим в глобальную катастрофу. Войны и последующий голод за ними. Четыре всадника. Белый, вороной, рыжий, бледный. И мы видим, как чума и эпоха возрождения была. И коронавирусы, войны, с которыми мы прошли вместе с вами и проходим. Поэтому здесь мы читаем о предупреждении, чтобы не повредить в нашей жизни и в наших отношениях с Богом, Елея, как прообраз водительства и защиты Духа Святого. А также вина, тоже прообраз Духа Святого. И в святом причастии, это кровь Иисуса Христа, пролитая за человечество на кресте. Поэтому, Господи, мы принимаем то, что пройдет по этой земле. Ты нам говоришь, я не уберу вот этот цикл, который должен пройти через вороного коня. Но я говорю вам, когда этот конь вороной пойдет, вы сохраните свои жизни и всех, кто рядом с вами, и в сердцах ваших, через Елея. Елея и вина не повреждай. Кровь Иисуса Христа и Духа Святого, помазание, которое на нем, помазание, которое дает нам мудрость жить и не просто выживать в эти времена, не повреждай. И четвертый конь, бледный, смерть. И когда он снял четвертую печаль, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя, смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Поэтому, Господи, когда мы молимся за эти военные действия, которые сегодня происходят, и не все страны, даже мы, до конца, наверное, не можем сопереживать и прочувствовать все это, но для тех людей, и уже для воинов нашей страны, и всех, кто участвует, как наемники на этой войне, они реально переживают как раз движение этих коней, движение этих ветров. И, как многие люди, ожидая глобальных кризисов, они прямо сейчас уходят с этой земли. Я молюсь, Господи, за то, чтобы в это время была поднята именно твоя новая армия, Господь, с новым помазанием, именно для этой эпохи. Потому что, как церковь, так власть в государстве и в обществе, оно еще не до конца перестроилось, и сколько будет перестраиваться у каждого по-разному. Потому что тогда, когда мы привыкаем жить в мире и проповедовать Слово Божье, тогда, когда все хорошо, но тогда, когда приходят вот эти кони, то здесь мы, как написано в псалмах, один раз сказал Господь, и дважды услышал я это. Одно время услышать это на каких-то собраниях и взять как откровение опять свою теоретическую базу на другой момент тогда, когда ты второй раз слышишь, когда это непосредственно касается тебя, когда ты реально переживаешь именно ту эпоху и то время, которое пришло на эту землю лично в твою жизнь или с тем, с кем ты связан, с твоими братьями, сестрами, друзьями, семьей или народом нашей страны. И драгоценно, раз уж я начал говорить о снах, то поделюсь еще одним сном. Я видел сон, когда видел пьяных епископов и пастырей. И с одной стороны, очень много в соцсетях поднималось вообще о том, что церковь, она если не упивается вином, то выпивают вино и пьют. И для назареев это недопустимо. Но есть еще вино, как написано вавилонской блуднице, которая царей, а царей и священники, это мы поила вином блудодеяния. Это именно, знаете, может быть даже правильное какое-то учение, но сказанное в неправильное время. Это именно то вино блудодеяния, это именно та пища, которая подается не вовремя, а нам наказ от Господа, что добрый управитель, он вовремя раздает пищу именно в ту эпоху, для которой именно эта пища. Потому что вечеря Господня, как переход в другую эпоху, цикл, уровень или сезон, она показывает этот переход, что в новом переходе мы должны есть именно такую пищу, которая на один день. Потому что если, говорит, вы не съедите, то сожгите и не оставляйте ничего до утра, такое же и с манной, которое было в пустыне, такое же и в книгах левит, когда приносилась жертва, то там не один день, но там на третий день это уже была неправильная пища. Она может на устах показаться хорошей, нормальной, но на самом деле она уже не приносит пользу и она становится отравой, которая приносит медленную смерть. Поэтому в книге Амоса написано из сыновей ваших я избирал в пророке из юношей вашей в Назарее. Не так ли это сыны Израиля, говорит Господь? И вот Господь избирает в пророке из юношей в Назарее. А в этой же главе в 12 стихе написано а вы Назареев поили вином и пророком приказывали, говоря, не пророчествуйте. И когда я увидел этот сон, что в окружении одного епископа, другие епископы и пастыри, которые пьяны, это предупреждение о том, что они вообще не бодрствуют. И Господь меня повел в эту книгу Амоса, которая пророчески для меня служит несколько уже лет. И первое, здесь мы читаем, Назареев поили вином, чтобы не было трезвости. Опьяненное состояние приходит, дезориентация приходит. И как следствие закрытое святое святых, потому что первосвященник, который заходил один раз в год во святое святых, он не должен быть пьяным, потому что святое святых тогда закрыто. Но сегодня завеса для нас разорвалась. И мы сегодня, для нас вход открыт каждый день. И мы радуемся, но мы не можем туда войти пьяными физически или пьяными вином блудодеяния духовным, о котором я сказал. И они сказали, пророкам приказывали не пророчествовать. И когда мы смотрим на Иоанна Крестителя, то видим, что великое служение личности и самой церкви, когда не пьют вино из сикера. Когда мы читаем об Иоанне Крестителе, Луки, первая глава пятнадцатый стих, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина из сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Я высвобождаю, чтобы дети наши, они исполнялись Духа Святого, уже от чрева матери. Шестнадцатый стих, Луки, первая глава. И многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу, их. И вот тогда у нас есть сила приводить людей к Богу, тогда, когда мы не отравлены непонятно какими учениями, которые приносятся не вовремя, хотя казалось бы правильными, тогда, когда физическое вино для нас закрыто, потому что мы встаем в позицию Назареев, иначе опускаются параметры и стандарты священников, которых споили вином, а не споили винов Назареев, говорили пророкам не пророчествовать, и Господь говорит в тринадцатом стихе, вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, и мы здесь наблюдаем, что сила уходит, крепость рухнула, а эта крепость, эта целостность нашего характера, не стала защиты храброму, и в пятнадцатом стихе Амос продолжает, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизнью, и мы дальше наблюдаем, что стреляющий из лука будет стрелять мимо, это отсутствие качества попадать в цех, далее пропадет скорость и быстрота перемещения, а мы молимся как за коней за ускорение, передвижение, принятие решений, эта скорость пропадает, и далее сидящий на коне не будет в готовности, он будет не припоясан, а распоясан, как в исходе двенадцатой главе написано в Пасху, припояс чресла ваше, а апостол Петр в своем послании первого Петра говорит, припояжьте чресла ума вашего, притчи говорят, кони готовы к битве, но победа от Господа, шестнадцатый стих пророка Амоса 2 говорит, и самый отважный из храбрых, убежит ногой в тот день, говорит Господь, это значит, что вместо храбрости придет трусость, нагота заменит одежды защищающие всеоружие Божие, покров Божий, но все наоборот, когда присутствует трезвость, как в первом Тимофея 3 главе написано, и диаконы, и епископы трезвы, и делают пророческое помазание, и тогда сила, крепость, защита, точность, быстрота и скорость, готовность и бодрость, храбрость и смелость, одежда, Твоя, Господь, я высвобождаю в этой молитве все это, чтобы нам не чувствовать тяжесть снопов, о котором пишет пророк Амос, чтобы непонятное бремя, какое-то давление из этого всегда чуть-чуть, что-то где-то как будто не дотягиваем, отстаем от ежедневных вызовов, и вместо предупреждения атак, реакция на уже происходящее, а мы призваны предупреждать, а не реагировать, отсутствие вот этих двух зубов, я называю, один зуб это назарейство, другой зуб это пророческая позиция, если эти зубы отсутствуют, то мы становимся похожи на кроликов с бессмысленными зрачками, но без двух передних зубов, поэтому во имя Иисуса Христа я молюсь, Господи, что мы как царь Давид оставили ноши наши, которые обременительны для нас, обозному сторожу, как говорит 1 царь 17 глава, и побежали в ряды, побежали в ряды, Господи, там, где, Боже мой, Твоя церковь, Твоя армия, которая приготовлена для этого времени, для того, чтобы выходить из этой армии и побеждать всех галяфов которые делают сегодня для нас вызовы, это те, которые встают против пророческого движения, как я пророчествовал и высвобождал, когда выходит первый конь, это высвобождение галяфов, которые стоят за войной и которые не хотят, чтобы она была окончена, это те галяфы, которые приносят голод, чтобы дети умирали, люди умирали во имя Иисуса Христа, разрушая этих галяфов, это те галяфы, которые хотят, чтобы была принесена смерть, но смерть для нас это не страш, мы ее не боимся, потому что мы, Господи, Аллилуйя, несем Евангелие, тогда, когда и смерть, и погребение, и воскресение, и дьявол под нашими ногами во имя Иисуса Христа благословляют Россию, благословляю ее на трезвость, благословляю ее на пророческое помазание, и церковь твою, Господь, которую ты поставил для этого времени, для того, чтобы наш народ, он покаялся и поднялся, и совершил волю Господню. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok